Ручные радары, на использование которых давно и обоснованно жаловались многие водители, наконец можно считать прошлым. Сотрудникам ГИБДД использовать их официально запретили, но и сейчас появились разъяснения от МВД. Есть моменты, когда могут быть сделаны исключения. В каких именно случаях и в каких регионах автомобилистам нужно быть готовым к сюрпризам, выяснял Константин Панюшкин. Батарея заряжена, внешних повреждений не обнаружено, можно выходить на охоту. Не правда ли, знакомая ситуация? Я больше 70 не ехал, как мне 80 помогло быть? Остановили за превышение, а водитель уверен, что не нарушил. Отныне и до новых распоряжений придорожные споры закончены. Ручной контроль скорости под запретом. Вот, сегодня ехал, ни одного гаишника не ехал. Нововведения готовили в строжайшей секретности, но слух просочился в газеты. Ручные замеры под эмбарго в Ростовской и Самарской областях, в Краснодарском крае. И вот уже в Москве подтвердили всю серьезность намерений. Владимир Колокольцев поручил всем территориальным органам МВД России на региональном уровне до особого распоряжения прекратить применение в повседневной деятельности мобильных средств фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Главная причина – борьба с коррупцией на дорогах. Ведь вооруженные таким прибором инспектор лично и нарушители ловит, и выносит постановление, а значит и договариваются водителю именно с ним. Они никогда не украшают деньги, в принципе. Давят на то, чтобы мы сами предлагали. Вот яркий пример. Гражданский патруль автомобилистов остановился спросить у сотрудников, чем это они занимаются на обочине трассы. Деньги, вдруг полетевшие из-под машины инспекторов, красноречивее любого ответа. И еще? Да ты что? Да-да-да! Это не ваши деньги? Нет? И сколько еще курьезов случалось на российских дорогах по вине мобильных радаров. Я ехал на Волге, у меня наверху был холодильник, сзади сидела мама с папой. Я вышел, сказал, вот вышел, говорит, если ты разгонишь мою Волгу до 100 км в час с холодильником, я заплачу все что угодно. Ручные радары, так же как и стационарные, работают по принципу, открытому еще в 19 веке. Перед двигающимся объектом волны всех типов сгущаются. Авторадар отправляет сигнал к машине с одной частотой, а получает обратно с другой. И за счет разницы вычисляет скорость. Но проверенный столетиями механизм на поверку дает серьезные сбои. Нули. Включай. 28. Дай обороты. 60. Мистика, да и только. Или вот досадный технический недостаток ручного радара. Целись в поток, легко промахнуться. Ну здесь большой поток. Тут даже непонятно, какую машину берешь. Нет изображения, чтобы показать водителю. Старомодные радары фены в простонародье запретили несколько лет назад. А вот те, что сейчас используют на дорогах. С видеофиксацией нарушений. Но и у этих своя проблема. Любую запись превышения скорости можно стереть. В русском пока эта возможность есть, но во всех остальных заграничных приборах по требованию заказчика мы это сделали. И собственно для России это сделать, это вопрос одной минуты. Из МВД таких требований к разработчикам не поступает. А вот, к примеру, полиция Сингапура для своих сотрудников заказала радар, в котором файлы с нарушениями не просмотреть, не удалить. Кнопка «Делит» она неактивна. То есть никаким образом удалить мы не можем. И российская, и иностранные модификации, кроме как в ручном режиме, могут работать автоматически. Так что с дорог в одночасье эти радары не пропадут. Их по-прежнему можно использовать в исключительных случаях. Просто теперь вместо протокола на месте письмо счастья и фото на память. Константин Панюшкин, Ольга Коваленко, Дмитрий Витов и Дмитрий Тищенко. Первый канал.